Белый налив или джулирет? Это самые ранние сорта яблок. Надо полагать, что на двух яблонях на улице Белинского плоды одного из этих сортов. Но если заглянуть в справочник садовода, даже самые ранние яблочки не появляются до конца июля. Зина Краснова работает на телецентре. Именно она и наткнулась первой на чудесные деревья. Первая мысль показалась, не может быть. Вторая – срочно вызвать съемочную группу и задокументировать чудо. Я вот увидела яблоки. Нет, даже почек, а яблоки есть. Я уже 10 лет работаю уборщицей на телецентре. Много, конечно, чего видела, много с чем сталкивалась. Но чтоб яблоки – такое впервые в моей жизни. Я не ожидала, правда. Кстати, 2014 год в мире уже называют яблочной сенсацией. Самое популярное видео в Голландии – яблокопад во дворе обычного дома. А это кадры из Израиля. И если такой урожай в мае для страны – привычное явление, то мартовский урожай, иначе чем проведением в этой стране, не называют. Кадры наших нижегородских яблок мы по почте отправили известному российскому агротехнику. Василию Анатольевичу Попову в Москве это стало настоящей сенсацией. Это невероятно. Наверное, первый случай в моей 20-летней практике. Я сейчас смотрю кадры, которые мне прислали, и просто не верю. Конечно, надо проводить анализ, все внимательно выяснить. Но если подтвердиться, то это, без сомнения, переворот всей ботаники. Это удивительная природа. Казалось бы, в Москве в начале апреля выпадает аномальный снег. У нас в нижнем погода, не сказать, что бы тоже очень радует. И здесь, в самом центре Нижнего Новгорода, там, где за газованность и пробки, вырастают яблоки. Настоящие яблоки на яблони, которой даже еще почек нет. Чем это объяснить? Конечно, еще будут спорить. То ли плохой экологии, то ли находящиеся рядом вышкой. А может быть, это просто чудо? Вкусно!